Дамы и господа, добрый день! Добро пожаловать в Коломну! Именно здесь сегодня у нас пройдет матч четвертого раунда Пути Регионов, в рамках которого встречаются команды Рязань и Акрон. Акрон, который, наверное, в статусе фаворита, тем более мы прекрасно помним тот подвиг, который они совершили в прошлом розыгрыше. Но это невероятное достижение, которое попробует у нас Акрон повторить. Вот, собственно говоря, те 11 футболистов, которые были. Посмотрим и обязательно поговорим. Тоже у нас добрался сегодня до Коломны. Любопытно об этом рассказал Евгений Калешин, главный тренер Акрона после матча против Нефтехимика. Но об этом тоже я чуть позже скажу. Пока состав Рязани на ваших экранах. выход футболистов. Друзья, вот она церемония, такая открытие, если позволите, этого матча четвертого раунда Фондбет Кубка России Путь Регион. И мы как раз ротацию Евгения Калешина оцениваем. Звучит стартовый свисток Ивана Сараева, галкипера, прошу прощения, про галкипера уже поговорили. Арбитра, конечно же, из Санкт-Петербурга. И наш поединок стартовал. Акрона, как вы уже догадались, в белом комплекте формы. Справа начинает по картинке первый тайм Резов. И седьмой Руслан Опеков. Это состав, который выставляет у нас главный тренер команды Евгений Калешин. Удар по воротам и вступает в игру. Подача от Акрона следует на линию вратарской. Еще один удар и вновь поле. Так что давайте я не буду дело откладывать еще дальше. И все-таки как раз перейдем к составу. После удара в дальний угол отстегивает свою руку Акрон. В рамках одиннадцатого тура Мелбет первой лиги. Ну вот. По сути, вновь заново пришлось на футбольном поле оказаться. Момент классный. Можно забивать от Маха. Леон Сатурну. В рамках чемпионата 1-4 дома. Удар в дальний угол в одну косу. А затем по пенальти эту встречу выиграли. Причем серия пенальти. Там тоже была валидуальная. По ходу этой серии сейчас подача штрафной площади. Удар в дальний угол от Маха. Чем больше моментов они будут транжирить, тем больше уверенность. Вновь подача от Владимира Азарова готовится. Азаров подает. Удар и перекладин. Теперь спас. Создавать. И он по-прежнему травмирован. Я напомню, получил он травму тоже в Кубке России в прошлом сезоне в матче против Спартака. Подача. Удар 1-0. И здесь все-таки не додержала обороны. Резание футболистов Акрона. И на опережение, я так полагаю, мяча, этот сервер коворот. Вот без шансов для Владимира Отмахова. Подача острая. Подача с левого фланга. Вот только мы отметили Демоски. И он находит голову партнера, который великолепно здесь выбрал позицию. По сути, даже прыгать не пришлось. Но за то, что очень удачно Акрон в прошлом сезоне и делал. Подача травмной площади. Единственное изменение в формате Кубка у нас. Сейчас момент еще один может состояться. Отмахав мяч в итоге штрафной площади от Руслана Опекова. Посмотрим. Здесь тяжело нам будет этот момент разобрать. Ну и почему-то не смог зафиксировать мяч от Махов. Наконец-таки в этом году все-таки Рязань сыграет на своем поле. У Рязани классный шанс подачи. В Ротарск уже второй темп. Цейс принимает мяч и не подобрал. Строится под мяч не смог. Классная мягкая передача. И здесь уже так наотмашь буквально выносил в городе Жигулевска. Вмещает всего 3 тысячи 10 мест. Хороший момент. У Акрона дальние удары. В своей зоне. Ну и, в общем, вспоминаем успех прошлого сезона. Тут даже, наверное, лишний раз говорить ни о чем не приходится. 2-0. Должен становиться счет. И он становится. И автором второго забитого мяча Абу Саид Эльдарушев у нас будет значиться. Подставил удачно ногу на этом футбольном пятачке. Переправляя мяч в дальний угол ворот Владимира Атмаха. И давайте смотреть повтор, разбираться, как же этот мяч пришел. Передача на второй темп. Здесь прострел и не удержал у нас Павел Поляков своего оппонента. Не накрыли здесь в том числе и футболисты, которые... Готов Рязани сейчас был в собственной штрафной площади 8 угловых. Вот Акрона в первом тайме. Это только в первом тайме. Удар, рикошет. И третий мяч в воротах. А оказывается у нас. Не дотерпел футбольный клуб Рязань до перерыва. Третий гол влетает в нынешнем сезоне. Один гол у него забит с пенальти. Смотрим. Это уже продолжение розыгрыша углового. Удар вот здесь, как он был, небольшой рикошет. И в ближний угол попадает он. Посмотрим сейчас мы статистику первого тайма по ударам. Здесь пятикратное преимущество. По ударам в сторону ворот. И в створ 11-1. Вот слова Калешина вместе с главным арбитром. И стартуем на вторые 45 минут. Иван Сараев отправляет туда команды. 3-0. И вроде бы обошлось у нас без замен. По крайней мере нам на это некуда. Это возможность доказать свою состоятельность. И в чемпионате хорошая атака. Сейчас передача от Голивы. Рикошеты. И мяч сетки ворот, друзья. И вот там. Творился не то, чтобы кошмар, но очень такое унылое было настроение. И, кстати, мяч это в собственные ворота срезает выше Джин. Замену Марат Бакуев. Вот он пытался прервать в Академии Московского Динамо. Но Динамо своего шанса не получил. Поэтому перешел он в родину. Где вот... А вот у нас, друзья, и ответ Акрона на то, что произошло в начале. Быстрый гол обратный. Это всегда очень такая ситуация. Важная для команды, которая пропустила. Вопрос, насколько теперь вернется в игру в Новофридзайн. Здесь, по сути, разорвали оборонный мяч. Рикошетом влетает в ворота. Исправился. По-моему, Табакуев как раз исправился, да, пришел. Ну-ка, смотрим его удар. Афицировали его в игрока оборонительного плана, в игрока обороны. Самыми значимыми сейчас давайте атаку досмотрим. Подача на дальнюю штангу от Песегова. Можно замыкать. И это действительно гол. Если не было положения вне игры, это пятый мяч, который оформляет в этой встрече вышедший на замену. Переди нам стоит посмотреть. Смотрим красивая комбинация подачи от Песегова. И здесь скидка в одно касание. Оформляет голевую передачу Руслан Опеков. Но и не было здесь офсайда. Понцы успел. Он провел 71 матч. И по большей части играл Константин Савичев. И знаете, так как в замедленной съемке валился туда Владимир Отмахов, выручил свою команду. А так продолжается. И Сегов. Подача опять на дальнюю штангу. Опять удар здесь. И мяч в ближний угол. Таки залетает. И все-таки гол забивает Руслан Опеков. Очень был активен. Я думаю, для него хороший день. И, наверное, этот матч какой он запомнил. У Рязани. Передача хорошая штрафная площадь. Здесь еще одна атака. Подача вновь мягкая. Понцы через себя пытался пробить. Подсказал партнер, что есть возможность пробить это. Второе противостояние в этом сезоне с Космосом Долгопрудным. После кубковой встречи смотрим за этим моментом. Передача под удар. Есть второй темп. Удар. И проют они из борьбы за Кубок России в рамках пути регионов. Акрон победно возвращается в фонд Бет Кубок России. На этом все, друзья. Будем прощаться. Эту встречу вместе с вами посмотрел и заодно прокомментировал Владимир Заводников. Всего доброго. Болейте исключительно спортом и берегите себя. Продолжение следует.